а мы уже едем а нам хватит 4 картошки так мясо опа понял все бессмысленные тупые вопросы да забираю назад чего мы будем делать час я получаю много писем от девушек писем мешками в конвертах приходит до в конвертах надушены как это было раньше говорят мне старик научи нас просто тушить картошку с мясом то есть не надо потому что если мужик не поезд картошки с мясом на хрена тогда он превращается в да в такое растение которое никого не опыляет не опыляет и бессмысленно тратит а если вы хотите что вас опыляли значит надо сделать нормальную картошку с мясом что может быть лучше для мужика картофан с мясом да ничего я согласен вот ничего не может поэтому сейчас мы проделаем эту нехитрую штуку хотя здесь есть какие-то вещи которыми я могу вполне на законных основаниях поделиться с пестиками и тычинками значит ну таинство какое начинать надо с мяса в чем тайна картошки будем говорить про свинину про говядину хотя можно и говорить про свинину разумеется про баранину тоже про баранину тоже ясно что мясо мы нарежем как на гуляш примерно величиной с грецкий орех я знаешь как это называют для себя плов из картошки то есть технология похоже на логе будет этих специй хотя можно а правда можно же и специи чтобы растительное масло да можно подогнать вообще никто я сейчас не буду этого делать что это картошка я сейчас хорошо разогрею масло как это делается для плова и обжарю мясо до красна начнешь с мяса по поводу с мяса по пловному потом по пловному добавлю лук а потом по пловному добавлю морковку только морковка будет нарезана конечно же не брусочками кубиками дым пошел дым пошел да все швыряем расправить его и не беспокоить какое-то время она колеровалась в корочка хорошая была отточенные движения теперь я мясо могу перемешать ну посмотри как оно хорошо да называется до красна лук лук корм для мужика настоящего правильно почему это корм это такое это приличное блюдо между прочим картошечка с мясом немножко уменьшил нагрев чтобы уже лук не горел здесь но сейчас лучок обжарится ощущение что мясо уже все обжарилась готова морковка морковь здесь нарезать проще короче чем для плова да для плова это трудоемкое делает я как-то варил по твоему рецепту плов самое долго это морковка вот если честно потому что ее до хренатом обжарен теперь морковь могу пару перчиков пусть они погреются черненьких да да а тут и помидоры ты заготовил я смотрю а вот это кстати отличие от плова то да тут будут помидоры это желательно но не обязательно можно и без помидоров готовить можно и без помидоров а зелень вообще потом да 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 ну вот собственно теперь уже можно тихонько чистить картошку морковочка тоже обжарена все теперь вода жарены все да теперь вода и пошел процесс тушения вода горячая понятно чтобы сразу так быстрее до купила быстрее это мы все знаем пошел процесс тушения мясо картошка варится готовится быстро мясо готовится достаточно медленно сол надо выжидать специально ждать мясо или пока почистим картошку пока почистим картошку кусочек жгучего перца но это на любителя совершенно не обязательно пока как раз мясо себе тушится картошечка сейчас почистим можно и вообще знаешь чистить по-мужски вот так смотри раз через раз и все ну мужики все делают либо через жопу либо через раз через раз слушай ты так оставишь что ли да то есть не будешь вот эти промежутки там же вот так можно оставлять кожура полезно она здесь хорошенькая тоненькая ну да картошка-то молодая действительно картошка-то молодая чего чистить я тут еще было немного картошки сказать с прошлого раза заботливо припасенный вот так сказать то есть вот есть картошка не дочищена есть картошка очищенная как хотите может так можно себя сейчас я сполосну и дополнительно совершенно раскрепощенный до готовится и сейчас можно ее резануть чуть крупнее чем мясо потому что чтобы она так сильно не развалилась при за если мы чуть ее передержим допустим мясо еще не готова картошка готова чтобы насильно не развалит ему для для подстраховки лучше покрупно покрупнее да это одно из самых таких сочетаний мясо плюс картошка да сейчас начнут вопить что это вредно что это углеводы что мы все будем жирные но кто боится быть жирным не ешьте но не ешьте все конечно вопить ешьте силос корма единицы офисный планктон должен питаться силосом тогда да конечно здесь кстати хороший уже цвет даже без без помидоров зирвак да вот зирвак посмотри какой него цвет интенсивный от корочки да я вот помидоры даже класть не буду сейчас вот не хочу и денег черту не будем не буду чуть чуть побольше воды и пока у меня тушатся видишь у меня тут есть зелень у нее есть такие вот палки длинные плотные ноги и я чтобы они стали мягче я их нарублю сейчас и брошу на этом этапе оставшуюся зелень я брошу чуть позже в гораздо позже в конце в конце но наверно какие-то специи это уже на любителя на любителя ну нет здесь будет традиционно здесь будет собственно лавровый лист печи перчик уже есть потому что перчик долго раскрывается такое лавровый лист быстро поэтому я положу лавровый лист гораздо позже чем саму картошку собственно теперь мы ждем пока не мясо не будет практически готова то есть оно должно тебя на восемьдесят два с половиной процента это как живность масла сливочного устраивать по своей мягкости когда это до этого достиг ты можешь швырять картошку все швыряешь картошку но это очень просто а так можно туда изиру швырнуть если любишь там да можно можно еще чего-то там что там кладут кардамон можно положить например майоран майоран если ты чех если чех то мы и немец тоже майоран можно положить и тогда если ты индус можно положить карри а можно только неприлично готовить говядину если ты индус индус не будет готовить говядину потому что они говядину не едят девушка если вы поедете в вы там будете священны вот я вижу что мясо нажимаю на кусочек готова 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 полчаса медленного тушения и теперь картофан вывод простой шарашем картошку туда вот так слушаем посолить да теперь как я уже солил картошку нет я посолил зирвак сам а картошку мне не там достаточно соли чуть воды добавлю еще картошка сейчас немножко всосет воду за счет крахмала своего а помидоры мы отвергли да я не буду у нас хороший цвет без помидоров все так все хорошо теперь тушение до готовность до готовности картошки незадолго рубленная зелень лавровый лист так ну и сколько прошло полчаса видно что уже всасывается немножко жижа только картошка потемнело от этого коричневого зирвака мишка до осталось красивый по чуть-чуть уже хочет разваливаться да по краю чуть-чуть когда она подвалится это нормально вот теперь уже можно зелень деформируйте как говорится собственно зелень не обязательно можно и без зелени но лучше зелень и лаврушечку воткнем это прямо перед выключением да надо вот делать вот это даже много вот пол лаврушечки я так понимаю ты много лаврушки вообще не кладешь надо быть аккуратным да с лаврушкой все и вот так еще условно до условно ну край крайняк 10 минут все готово я люблю по секрету я люблю эту картошечку есть параллельно с холодным супом с холодным супом да то есть когда холодник какой-нибудь свекольный не щавеливый но летний как и у тебя стоит ложка с картошкой ложка с супом и ты берешь горяченную картошку и так чтобы аж тебе были такие первичные ожоги во рту первичный и быстро заливаешь холодным супом сверху вот шикарно работа и все равно в газе в газе так уравновешивает так перест на 1 параллельно ешь горячая картошка ложка интерес а потом ложечка супа я вот так съедаю как бы одновременно искать и суп и основное блюдо не для экономии времени а потому что мне вот так в кайф так как-то в семье вот было принято когда летом готовили как у любой холодный суп то всегда картошка тушеная с мясом контраст был когда когда горячим холодным когда нет мяса туда можно просто стушить картошку все точно так же только обжарить лук морковку да туда уже тушить зирвак не надо тушить потому что мясо не сразу же бросай морковку и туши да и картошку да но с мясом конечно это уже превращается в полноценное блюдо суши ну прекрасно получилось не смотри как она булькает а собаку булькает собака да как живая прямо булькает здорово слушай ну спасибо тебе шеф да всегда с вами ребята это же просто какое-то счастье до вас пробовать тебе не дам потому что и так понятно что это ингредиенты здесь нихуя не значит больше картошки меньше картошки больше мяса меньше мяса ну что надо взять допустим там 6 картофелин 250 граммов мяса одну морковку пол большой луковицы или одну среднюю луковицу немножко растительного масла